К другим темам. Красноярские работодатели готовы искать работников даже по ночам. Накануне поздно вечером в Красноярске прошла необычная ярмарка трудоустройства. Соискателей на нее зазывали при помощи модных показов и розыгрыша призов. Тех же, кто не смог прийти в поздний час, ждали сегодня днем. Некоторые вакансии приятно удивили обещанной зарплатой. Подробнее расскажем в сюжете далее. Здесь ставите фамилию инициалу, даты и подпишу. Студент аграрного университета Марк в поиске места, где сможет пройти практику. Будущий айтишник уже пытался найти подходящую компанию в интернете, но там возникли сложности. Тогда парень решил не вести переписки с работодателем в сети, а прийти на ярмарку трудоустройства и задать вопросы лично. И вот удача. В одной из организаций города готовы показать рабочий процесс и помочь в трудоустройстве. Пытался устроиться на работу, я приходил, было написано в анкете, что график гибкий, а мне как студенту не подходит другой график. Я приходил, мне говорили, ну у нас графику два через два, например. Здесь можно пообщаться с работодателем и получается задать некоторые вопросы, например, спросить про график. Приехали сюда работодатели разных направлений. Есть представители крупных корпораций региона, малого и среднего бизнеса, а также госструктуру. Если у соискателя недостаточно опыта, работодатели, говорят, готовы помочь получить его. Зарплата, которую обещают платить в некоторых организациях, может приятно удивить. В настоящий момент мы набираем ведущих специалистов в офис. Заработная плата для работы в Красноярске от 70 тысяч рублей. И испытываем мы очень большую потребность сейчас в специальностях, такие как помощник бурильщика, вахтовый метод работы, то есть с дальнейшим повышением, помощник бурильщика 5-6 разряда, бурильщика, то есть есть куда расти. Потребность в кадрах есть не только в Красноярске, но и в крае. Чтобы восполнить недостаток специалистов, в удаленные населенные пункты отправятся вот такие мобильные центры занятости. Жителям расскажут о вакансиях, имеющихся в районе, а также о более востребованных сейчас в отраслях. По словам организаторов, ярмарку трудоустройства посетили больше 8 тысяч человек. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Демография». Сегодня испытываем такой острый дефицит трудовых ресурсов. И вы, наверное, видите, квои представители сегодня работодателей. Я подходил практически к каждому. Надеюсь, что таким мероприятием экономика края пополнится высококвалицированными кадрами. Для нас это очень важное мероприятие. А накануне в Красноярске прошла ночная ярмарка трудоустройства в креативных индустриях. На уникальном событии были представлены свободные места в сфере малого и среднего бизнеса. Предприниматели ждали поваров, дизайнеров, блогеров и других творческих людей, например, строителей загородного жилья. Для всех пришедших к гостей ярмарки работодатели приготовили сюрпризы, такие как розыгрыш призов.